Привет всем. Рад видеться здесь на этой замечательной конференции. Я думаю, вы, так само как и я, очень вдохновлены ей и вам все нравится. Хорошо? Окей. В своем докладе я хочу рассказать о тех шагах эволюции нашей платформы, которые мы прошли за 4 года работы над ней. Привет. Собственно, меня зовут Тарас Мурашко. Я технический директор компании Prom.ua. В 2008 году у меня Дениса Горового Николая Полиенко родилась идея создать портал, тогда он еще назывался Prom.net, который предоставлял возможность малому и среднему бизнесу размещать информацию о себе, своих товарах и услугах. То есть мы сделали систему, которая позволяла абсолютно любым предпринимателям достаточно быстро войти в интернет-рынок. Тогда и сейчас это большая возможность для него. За три месяца мы создали первый прототип и уже сразу запустили на продакшн. И 4 года мы плавно растем. В принципе этот график начинается с 2010 года. В 2008 году там был ноль. Я тебе расскажу, какие технологии мы используем, чтобы продолжать развивать наш продукт и какие технологии были изначально. Самое главное это Python. Мы его выбрали. До этого у нас троих был опыт работы только в Java. У нас был, мы работали в компании Sonopia, которая разрабатывала виртуальных мобильных операторов на Java. Помню, достаточно все было хорошо, но Java на самом деле очень сложна для разработки, для быстрой разработки. В свое время мы просчитали, что Python это хорошо и начали его использовать. Действительно мы сделали правильный выбор и мы сейчас продолжаем работать на нем. Изначальный стэк у нас был следующий. Как основной фреймворк был Pylons, основная база данных Postgres. Для ORM использовал Alchemy и также использовал Solar для полнотекста поиска. Сейчас я расскажу более детально о каждом в этом выборе и какие изменения претерпевые. Сам Pylons, он достаточно простой, быстрый фреймворк. Изначально там думали джанго, не джанго, но поскольку планировали достаточно сильно развивать его, гибкость Pylons показалась нам решающим фактором. Тот факт, что он даже сейчас абсолютно не поддерживается и сообщество его не развивает больше двух лет, в принципе, нам это не мешает. Тот запас, той базовой архитектуры изначальной достаточно, чтобы самим дописывать его, достаточно просто, ну и концепция VGI, она дает вам полноту свободы. Еще один из минусов, что там нету концепции reusable application. То есть изначально наш проект, поскольку он был маленький, было все просто разрабатывать, сейчас он стал достаточно большим и мы сами дописали эту концепцию. Пару слов о подпись. Действительно замечательная база данных и предыдущий доклад показал, что очень много из вас ее используют. Действительно потенциал этой базы безграничен. То есть мы до сих пор не ощущаем ограничения ее. Ну, сейчас расскажу более хитрости, которые мы использовали. Мы изначально использовали пул, который был пул коннекшена внутри SQL-химии. С ним достаточно было много проблем. Ну, конечно, это была, не знаю, там пятая версия алхимии. Буквально сразу же мы перешли на Pg-баунсер. Это реализация пула от Skype, ну и она действительно зарекомендовала себя как очень хорошее решение. Мы сразу же начали использовать денормализацию данных. То есть жесткие нормальные формы были сразу же упрощены. Также мы буквально сразу же начали использовать, хранить в реляционной базе данных схема ЛС-данная. Для этого мы использовали пикл, структур данных питоновских внутри базы. То есть, в принципе, сейчас решение, которое рассказывал предыдущий докладчик на базе JSON, намного более выгоднее, но тогда это было единственное решение. Ну и, в принципе, мы до сих пор не используем новую SQL-базу данных для хранения каких-то там схема ЛС-данных. Ну, только для определенных случаев. По поводу SAML-химии. Действительно, это замечательная ORM-система. Изначально у нее не было ActiveRecord. Это достаточно красивая вещь, которая, наверное, пришла из Nurubi. В то время под алхимию был отдельный проект Elixir, который предоставлял ActiveRecord pattern. Сейчас мы местами переписываем на декларатив в SAML-химии. Те оптимизации, которые мы начали использовать. Изначально SAML-химия поддерживает JoinItLoyd. Вчера на презентации рассказывали, зачем это нужно, чтобы не было N плюс один запросов. Ну, с этим надо быть очень осторожным. Действительно, в некоторых случаях лучше отказаться от join, сделать денормализацию, возможно, каким-то другим образом уменьшить количество данных, которые необходимы для подгрузки. Также можно использовать как альтернативы JoinItLoyd, SubQueryLoyd. В принципе, они очень похожи, но единится, что делается второй запрос. Также мы очень активно начали использовать Deferred. Это лейзи-загрузка некоторых полей баз данных. Сейчас, например, у нас в некоторых таблицах доходит до 50 полей в одной таблице. Ну, для отображения этих данных на странице вам надо там максимум 5-6 полей с одной таблицы. Поэтому часть полей мы делаем Deferred. Это на самом деле очень сильно экономит трафик на самой базе данных. Но на самом деле по времени, по перформансу алхимия очень много тратит времени на создание прокси-объекта. И с этим очень сложно выжать какой-то там перформанс улучшения в самом приложении. Поэтому мы пошли дальше. И сейчас мы действительно там, где нужна критичная перформанс для нас, мы не используем объекты алхимии. То есть мы напрямую достаем поля и мапим их сами в свои структуры данных. На самом деле это улучшение, ну, эта оптимизация действительно экономит очень много CPU ресурсов и времени. Идем дальше. Мы изначально начали использовать Solar для полнотекстового поиска. Кроме того, Solar на самом деле может вам достаточно сильно разрушить вашу основную базу данных для специфических вещей. Например, для поиска, группировки результатов, для фильтрования результатов. Если вы действительно вам необходимы в вашем проекте, то используйте Solar или там альтернативные решения Sphinx, к примеру. Дальше. Также мы кроме основного веб-приложения Pylons мы используем дополнительные сервисы. Изначально мы начали использовать GVN где-то года три назад. В принципе, мы с помощью него делаем достаточно простые вещи. Например, как IPS, это Interaction Prevection System, File, Proxy, Tracker. Мы отслеживаем всю статистику посещений. Для этого мы сделали маленькие приложения, которые очень быстрые. В принципе, каждый из этих приложений – это отдельный процесс, который занимает 10-20 мегабайт памяти и обрабатывает больше 3000 запросов в секунду. Также мы используем в последнее время торнадо для веб-сокета и отслеживания прогресса по таскам. В регулярных задачах изначально мы использовали крон, а все задачи, которые необходимы были внутри веб-приложения, мы встраивали внутрь. В последнее время мы начали переходить на Celery. Действительно, эта система, которая помогает вам достаточно упростить разработку этих задач, сделать некоторые действия асинхронными, отложенными. Действительно полезная вещь в вашем проекте. Изначально мы храним достаточно много-много файлов. Сначала это было… хранили все в локальной файловой системе. Потом, когда диски… вся информация перестала помещаться диском, мы начали использовать Amazon S3. Но все равно при этом использовали локальную файловую систему. В принципе, это было одним из ограничений, потому что у нас был всегда один мастер-сервер, на котором были файлы. И поэтому мы не могли… при выходе его из строя наше приложение не могло работать, ну, например, с файлами. В последнее время мы начали использовать Mongo Grid FS. Это реализация хранения файлов в Mongo. В принципе, это решение очень себя хорошо зарекомендовало. Но файлы там хранятся буквально некоторое время, пока Celery Task не перенесет их опять в Amazon. Дальше идем. По самой кодовой базе. Использование паттерна ActiveRecord Elixir привело, в принципе, к достаточно плохому… сыграло достаточно плохую службу о том, что наш файл Model.py занимал 10 тысяч строчек кода и был очень тяжелый. Там даже открывать его в редакторе. В последнее время мы… Соответственно, это проблема в тестировании. Мишанина кода. Мы сейчас достаточно активно все рефакторим, выносим в бизнес-логику отдельные файлы и ее внедряем внутрь потом объекта ActiveRecord. К примеру, например, было у вас раньше метод company.activate. Сейчас мы перенесли в бизнес-логику и теперь мы пишем company.bl.activate. Это достаточно упрощает вам тестирование, структурирует код и, в принципе, улучшает понимание и читаемость. Кэширование. Главное понятие, что вы хотите закэшировать, где и на сколько. По тому, где кэшировать. В принципе, кэшировать можно внутри самих объектов. Если вам надо вычислять какую-то функцию очень часто, вы можете внутри этого же объекта закэшировать и больше к нему не обращаться. В принципе, есть реализация кэшинг пропортиз. Каждый из вас, я думаю, сам может ее написать, где в объекте по какому-то ключу будет храниться результат выполнения функции. Все очень просто. Это сильно сэкономит время на каких-то вычислениях. Дальше можно хранить что-то в самом приложении. Мы храним, например, часто используемые объекты. Например, у нас есть в каталоге очень много объектов, категорий, они постоянно в работе, постоянно отображаются на страничках. На уровне приложения это можно закэшировать и с этим самым вы сэкономите очень много времени на доступ к базе данных. В принципе, можно для этого же использовать мемкэш, но если вы очень часто общаетесь, то память приложения намного будет быстрее. Ну и большие структуры данных, которые очень редко достаются, но необходимые для кэшения. Для этого можно использовать мемкэш или любую другую реализацию. Изначально мы начали использовать редис, но потом перешли обратно на мемкэш, так как он чуть-чуть быстрее, чем редис до сих пор. Ну и самое главное, изменилось наше понимание, как мы что и что именно должны мы оптимизировать. Изначально мы смотрели логи Nginx, смотрели DB slow queries и пытались понять действительно, какой контроллер меньше всего работает, ну дольше всего отрабатывает. Но на самом деле некоторые контроллеры вызывают все очень редко. И поэтому для вас оптимизация его там существенного эффекта не даст. Поэтому надо посмотреть действительно, как и какие контроллеры чаще всего вызываются, вызываются, работают. Для этого нами был отдельно написан приложение AppStats, которое собирает по каждому запросу, по каждому выполнению в реалтайме, сколько CPU было, время выполнения CPU, время выполнения запросов в Solar, SQL-бас данных и кэш. И это все собирается храниться в Mongo на данный момент и строят вот такие вот замечательные графики. Не знаю, видно вам или нет. То есть по каждому контроллеру видно, тут отсортировано по 20, ну время выполнения за 24 часа CPU. То есть видно, какие контроллеры больше всего времени собирают. Можно отсортировать по времени выполнения. Сейчас на данный момент это наша внутренняя разработка, но мы планируем ее в будущем выложить в открытый доступ. То есть в принципе любой из вас может подключить к вашему приложению VGI, написать прокси для формирования ключей и собирать статистику. По CSS и JavaScript в принципе я достаточно много рассказывал на прошлом Пайконе. На этом плане мало что поменялось. Мы до сих пор используем SAS, который компилируется в CSS и с помощью компаса, который также облегчает нам работу со спрайтами и другой оптимизацией. Достаточно сильно поменялась идеология работы с JavaScript. Мы достаточно много начали использовать Spine для MVC на стороне клиента. И также мы почти весь JavaScript пишем теперь на CoffeeScript. Это достаточно упростило процесс написания, не улучшило качество кода. Сейчас на данный момент у нас есть внутренняя разработка, называется Кафе. Про нее более детально расскажет Евгений Науменко на QFJS. Это система, которая собирает все наши модули, управляет их зависимостями, и также строит профайл зависимости для самого приложения. То есть все JavaScript компилируются в один-два JS файла и автоматически подключаются с автоматическим управлением всех зависимостей. Приходите на KFJS, Евгений расскажет более детально о ней. Ну и сейчас мы работаем над проектом распределения наших двух дата-центров. Сейчас наш основной дата-центр находится в Германии. Мы планируем открывать еще один дата-центр из Киева. И при этом мы хотим, чтобы два приложения, чтобы это было как одно цельное приложение. Пинги между двумя дата-центрами около 40 миллисекунд, поэтому на самом деле мы будем достаточно хитро работать. Мы будем иметь базу данных в слейв-режиме, будем иметь solar в слейв-режиме и кэш в режиме мастер-мастер. Мы, в принципе, проверяли это решение, оно очень рабочее. То есть все изменения идут в основном в дата-центре и реплицируют сейчас данных на слейв, из которого уже отдаются локальным клиентам. Вот и все, что я вам хотел рассказать. Спасибо вам за внимание. Есть какие-то вопросы? Такой вопрос по использованию solar. Насколько я работал с solar где-то в 2009 году. Работает он? Проблема с solar следующая. Он поддерживает поиск по одному виду документов. И вот как это вы решает. Например, нужно искать там по товарам, и нужно там искать конкретно компании. То есть нужно делать две разные схемы. И вот насколько я помню, solar это не поддерживал. Мы вот поэтому смигрировали на Elasticsearch. Для solar вы можете создать несколько коллекций, то есть отдельно по товарам, по компаниям, по тендерам. Но у нас на самом деле там 5-6 коллекций, по которым он работает. Я понял. То есть это отдельные приложения. То есть несколько инстансов solar просто. Нет, это внутри одного solar запускается несколько веб-приложений. То есть Java в принципе с этим работает. Ну еще один нюанс по solar, чтобы быстрее он работал, вы должны обязательно разделять solar на запись и solar на чтение. Потому что в противном случае вы получите сильный downgrade перформанса. И второй вопрос тоже вот касательно solar, но не напрямую. Каким образом вы организовали вот синхронизацию по сути данных между… Ну solar наполняется из основной базы. Да. Каким образом у вас этот механизм происходит? Потому что там очень много может быть проблем, когда solar вернул там что-нибудь старое, а в базе есть более новое. И ну вот каким образом это решается у вас? У нас стоят триггеры, ну не триггеры, а программные триггеры на изменение сущностей, которые создают задачи в селлере и со временем они заполняют, ну вносят актуальную информацию. То есть в принципе оно асинхронно работает. Ну и при доставании solar мы храним только ID. И соответственно, когда мы достаем, мы ID проверяем потом уже на валидность базы данных. Там активный товар, неактивный. То есть мы… Отдельная фильтрация еще идет. То есть тут… Я продолжу вопрос просто теперь сам. То есть смотри, ты говоришь, что у вас обновление индекса solar получается выполняется в бэкграунде, то есть по сути дела синхронно. А почему вы не используете сигнал аллхимии для этого, например? То есть аллхимия обладает… Ну в принципе да, если налал аллхимия, там before update, after update или там… То есть это есть сигналы. Понятно. Все триггеры назвал. Спасибо за доклад. У меня вопрос. Вы очень мельком упомянули про grid.fs. Что, как, почему? Можно поподробнее рассказать? Ну grid.fs – это настройка надмонга, которая позволяет вам достаточно в таком красивом виде хранить… Ну то есть оно поддерживает API файловой системе, хранить там файлы большие. Это намного более эффективнее, чем хранить их просто на файловой системе, так как тратится чуть меньше ресурсов, если вы хотите очень много там мелких файлов, например. То есть база данных более эффективно это делает. Плюс Mongo достаточно дистрибует эту систему, то есть вы можете шарлить между несколькими инстансами, ну машинках. То есть соответственно у вас нет единой точки отказа. Понятно. А вы говорили, что временно там хранить, а потом что-то заливать… Да, временно, а потом через некоторое время оно переносится данные на Amazon. В принципе, ну поскольку у нас очень данных много, то есть пожизненно хранить в Mongo мы не можем. То есть недостаточно много ресурсов. А… Нет, да, потом соответственно… Давайте более детально расскажу. То есть внутри в базе данных есть табличка файл или имиджес, в которых указано, где хранятся эти данные. Соответственно, это или на Amazon, или локальная файла системы, или это grid.fs. И относительно от нее уже строятся различные урлы, которые формируют. В принципе, Amazon изначально для нас была достаточно выгодным решением, потому что мы не заботимся о хранении. На самом деле, со временем оказывается, что это достаточно дорогое решение. То есть мы сейчас местами даже отказываемся от хранения на Amazon, используя внутренние решения, ну или как минимум проксируем эти данные. Тогда в чем смысл, почему вы разделяете S3 и grid.fs? Вы постепенно хотите мигрировать… Grid.fs – это временное хранилище, потому что, когда мы загружаем на префайл, он очень большой, и загрузка на Amazon достаточно долгая операция. А мы хотим сразу же пользователю сказать, что мы получили этот файл, мы его обработали, мы сделали пару ресайзов, чтобы видеть, чтобы сэкономить много времени. А планируете ли вы в будущем полностью отказаться от S3 и перейти на grid.fs, например? Пока мы не храним… Ну, Amazon, кроме того, что он хранит и отдает данные, он решающий проблему бэкапа этих данных. То есть если мы собираемся все равно на grid.fs, нам надо все равно использовать Amazon или другое решение для бэкапов. В принципе, хранение данных там очень дешевое. Работа, отдача, трафик там очень дорогой. Еще вопросы? Вот у вас в докладе было упомянуто, что вы используете же Event и Tornado. Скажите, пожалуйста, ну то есть для WebSocket у вас все-таки Tornado используется, да? Для чего же Event нужен? Event используется как достаточно быстрое приложение. Ну, исторически тогда еще, мне кажется, Tornado не было. Например, тот же самый сбор статистики о посещении, когда он просто принимает запрос от пользователя и сохраняет что-то внутри Mongo. В принципе, для этого можно было Tornado использовать, но исторически GV. и за три года его использования проблем не было и перформанс более чем удовлетворительный. На сервере, я так понимаю, используете Nginx? На сервере используются, конечно. Для того, чтобы проксировать WebSocket, что используете? HAProxy? Мне кажется, напрямую там висит Tornado без GINX. Для них отдельные порты выделены. Ну, хорошо, спасибо. Ну, потом отдельно там, хорошо. Спасибо за доклад. Вы знаете, вопрос такой возникает. Вы очень мало цифр привели. То есть, ну, меня интересует, например, какой размер хранилища на S3, какие нагрузки приходится держать Postgres в базе, сколько у вас веб-воркеров сейчас, сколько инстанцев в Германии, в Украине, если можно вкратце. Ну, окей. Хранилище Амазона сейчас 4 терабайта вроде или больше, но на самом деле там кроме файлов, картина гидрохивчей, там хранятся бэкапы, басданных и другие вещи наши служебные. Поэтому там разделить очень сложно. А на данный момент где-то 20 серверов, на все, из которых где-то 12 – это воркеры. Инстансов воркеры сейчас запущенный апатч в однопоточных режимах через мод VGI. Там где-то штук 100-150 воркеров. База данных одновременно поддерживает, ну, там где-то 150-200 коннекшенов или и данные вам еще интересуют. А вот вопрос такой. Старт в воркеров автоматически к чем-то управляется, либо вы вручную все это менеджете? Менеджмент, допустим, в воркеров, то есть если у вас растет лоуд там какие-то на пиках. Не, ну это… Не, ну они все подключены, все работают, то есть лод-балансингом занимаются. Ну, джинсы он там раунд-робином раскидывает, ну и апатч там внутри себя тоже приватизирует. А размеры таблиц в области, если вы храните все ссылки… Если хранятся все ссылки на имиджи, на файлы, насколько они в таблице хранятся? То есть это очень большие таблицы, видимо? Очень большие. Ну, хорошо. Не, ну с пользоваться проблем особо не… Очень редко бывает. Действительно там, когда пишешь оптимизированный запрос, то мы еще не натыкались в какие-то большие проблемы, которые связаны с большими таблицами. Понятно. Спасибо. Все? Я так понимаю, вопросы больше нет. Спасибо, Тарас. Спасибо.